А как вы провели утро сентябрьского уикенда? Пока одни нежатся в постели, другие проводят выходной с пользой для здоровья. Сотни спортсменов, работников химпроизводств в крае собрались в Березняковском городском парке на традиционной спартакиаде Росхимпрофсоюза. В этом году она проводится уже 26 раз. На дистанцию 500 метров выходит озодчица Екатерина Зайцева. На заводе она работает лаборантом химанализа уже 9 лет и, замечу, ни разу за это время не пропускала спартакиаду. Сегодня из погоды повезло. И как бы столько единомышленников, каждый год уже где-то знакомые лица. Но бежал тяжеловато. Может быть, то, что соперников больше, и они все равно посильнее уже. И стараюсь уже за свой завод не опозориться. Несмотря на высокую конкуренцию, Екатерина попала на пьедестал. У нее бронза. Полкилометра пробежала за одну минуту 32 секунды. Тем временем к стартовой линии подходят новые участники. Всего в этом году в забеге принимают участие 100 человек от 10 предприятий. Среди них и спортсмен-калищик Павел Федосеев. Талантливый инженер, спортсмен, турист, зам главного механика, рудника 2-го Березняковского-Калийного. Все это о нем. К слову, в прошлом году Павел показал рекордное время среди мужчин. Спартакиада сближает, поделился спортсмен. Люди знакомятся, им проще потом какие-то вопросы решать даже на работе. Это круто, когда есть конкуренция. Еще дополнительно, помимо тех подразделений, которые в компании внутри, еще есть другие компании, которые тоже вовлечены в борьбу. Калищики здесь представлены сразу двумя командами – из Березняков и Соликамска. В Уралкале уделяют большое внимание поддержанию здорового образа жизни среди сотрудников. Здесь сегодня были и токари, и следствия, и сварщики, и руководители. Поэтому это здорово, что эта спартакиада проходит. И это очень важно, что сегодня мы все равны на дорожке, все соперники, независимо от занимаемой должности на предприятии. Это пропаганда здорового образа жизни, это развитие физкультуры и спорта на предприятиях нашего края. Считаю, что и дальше мы будем двигаться в этом направлении. Спартакиада Росхимпрофсоюза ежегодно объединяет в себе 12 видов спорта и около 500 спортсменов-работников химоотрасли. Примечательно, что, к примеру, сегодня в забеге участвуют спортсмены со всего края. Так, пермяк Анатолий Печенкин из команды пермских минеральных удобрений компании Уралхим участвует в спартакиаде уже несколько лет. С лесоремонтно-механического производства поделился с нами своими спортивными достижениями. Из главного успеха, наверное, третье место чемпионата России по трейл-райнингу, ну то есть категория легкой атлетики. Но это было в 2019 году еще, а остальные и так поскровнее. Как вам вообще сегодняшняя дистанция, как вам забег? Ну, для меня это тяжелая дистанция, потому что она короткая, и на старте-дестарте работает все. А у меня профильные дистанции длинные все-таки. Впрочем, и в этот раз команда спортивного следствия Репеченкина показала класс. Пермские минеральные удобрения привезут коллегам-уралхимовцам в краевую столицу почетное золото в дисциплине забег. Отлично выступили соликамские и березняковские производственники. Из 10 команд колейщик с азотом вошли в тройку лидеров. Четвертыми стали березняковские колейщики. Позади 11 этап краевой спартакиады. Уже в октябре спортивные химики сразятся уже на баскетбольном поле. Продолжение следует... Продолжение следует...